Комплекс мер, за который ранее правительство взяло на себя ответственность и приостановленный решением Конституционного суда, был всё-таки одобрен на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Республике Молдова. Премьер-министр Ион Кико объявил, что граждане продолжат получать пособие по безработице. Исположение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседание которое прошло 10 апреля. В период чрезвычайного положения лица, имеющие статус безработных, в том числе те, кто вернулся из-за границы, ежемесячно с даты обращения получат пособие по безработице в размере 2775 лев. В Тараклейском районе заявление на пособие по безработице подали уже около ста человек и столько же обратились за консультацией, говорит начальник территориального отдела занятости. Из-за карантина офис учреждения не работает, но подать заявление можно онлайн. Нам присылают на почту электронную пакет документов, куда входит заявление о регистрации, заявление о выдаче пособия, декларация, которая есть там положена, они все знают и паспортные данные, данные об образовании, если такие вот имеют. И мы регистрируем, мы регистрируем всех, кто прислал полный пакет документов, никого не огранили. Также решением комиссии по чрезвычайным ситуациям были утверждены меры для поддержки семей с низкими доходами. Для этого гарантированный минимальный ежемесячный доход повышен с 1107 до 1300 лев во время режима чрезвычайного положения увеличивается и размер гарантированного минимального ежемесячного дохода на каждого ребенка с 553 до 975 лев.